Привет, привет! Сегодня я уже заканчиваю монтировать видео. Просто хочу сделать небольшой анонс, о чем оно будет. Поскольку я занимаюсь видео, снимаю блоги уже около полтора года, но вот за последний где-то год, может чуть-чуть меньше, оставались некоторые кадры, которые просто не вписывались в общую тематику, так сказать. И вот сегодня будет такая соляночка, которую вы сможете посмотреть что-то из мувинга, что-то из клининг-бизнеса, что-то из убера, и оно все будет вот так вот наляпано. Но я думаю, что будет относительно интересно. Поставьте, пожалуйста, по пальцу вверх, если понравилось. Напишите в комментариях, если не понравилось, что именно не понравилось. Мне не понравился вариант солянки или, может, еще что-то. Ну вот такие дела. Когда я хотел давно снять видео сравнения Kia Soul, который я хотел купить, и вот Prius, и мне еще писали, почему не Camry, но вот потому что наши клининговые манатки все вмещаются в пылесос, швабра, метла, принадлежности. Без банана не ездит. Вот. То есть тут все помещается, можно еще накладывать. При том, что здесь ничего не сложено, и еще одним большим преимуществом есть этой машины, что тут можно отрегулировать сидение как надо. То есть таким образом машина вообще идеальная для небольшого бизнеса. Ну, допустим, такой, как у нас. Смотрите, в Америке полиция даже так помогает людям. Не словом, а делом. Ребят, как так получается? Левый светофор шатается, правый нет. Продолжаем немножко по Uber. Были у меня за это все время некоторые моменты, я их ставлю в это видео. И вот сейчас хочу вам рассказать, что сегодня ввез свою самую большую пиццу. Вот так она выглядела у меня в багажнике. Вот такая вот пицца. Я офигею. Также хочу с вами поделиться информацией, что Uber Eats и Uber Delivery, ну, которые все одно и то же, но просто кто захочет, напишите, я вам объясню, в чем разница. А пока мне не буду это делать. Как интересно получилось, сделал две поездки в Uber Delivery, получил что-то вроде 12 долларов, плюс мне один человек оставил 8 чаевые, и второй человек оставил 4 чаевые. То есть у меня получилось там 20 с чем-то долларов за две поездки. В Uber Eats именно я сделал 5 поездок и заработал 28 долларов. Там 2 доллара чаевых. Как так получается, я не знаю. Почему именно... Я, кстати, замечаю, что именно в Uber Delivery чаевые дают больше. Почему не понимаю, не знаю. Забрал только что заказчик. Смотрите, какая машина и что там. Игрушечки такие, которые на солнечной батарейке или на батареечках. Смотрите, сколько их. Я вот только что был там в Макдональдсе, забрал еду и еду в пиццерию ее отвозить. Не абсурд ли это, ребята? Вот напишите. Кстати, после нашего совместного с Ири... С Ирина видео, у меня теперь есть и девчата. Уже есть комментарии от них. Девчата и дамы. Пешеходы тут какие, а? Ребятки. Ну давайте скорее, что ли. Видите, что тут делается. Сейчас будет. Кто знает такую компанию? В общем, мы списали сегодня. Был наработки. Сегодня написали имейл. Я прочитал. Хотят пообщаться. Как надо не так посмотреть на водителя, чтобы тебе обвалили рейтинг? Ну если говорить именно о пассажире, что почему у него обычно рейтинг падает, то возможно какое-то ожидание, либо дверью хлопнул сильно, либо что-то сделал не так. Честно говоря, я не знаю. Я обычно тоже, если клиент был непривередливый, или хотел все то, что есть в машине, и у меня и вода есть, и зарядка, то обычно все нормально. Но у меня, кстати, с моей стороны тоже такое бывает, что вроде бы все было нормально, пассажиры требуют внимания и общения такого, чтобы ты рассказал, как дела у тебя, спросил у них. Они это очень любят. Ну, американцы это очень любят, в общем-то. Вот. И вы им не ответите, они вам бал понизят. Ну что только что у меня был первый, это, конечно, был не эфир, это проверка связи с Марией. Насколько я понял по голосу, я ее тоже смотрел по телевизору. Знаете почему? Это так. Когда мне написали, я даже не мог слово подобрать. Это excited. Я не знаю, как это слово перевести, надо попробовать. Такое эмоциональное, так необычно, так прикольно. То есть, когда ты ведешь свой канал, некоторые люди, такие вот зрители, они думают, вау, как там вести канал, это надо вещать на YouTube, на какое-то пространство. В моем случае, наоборот, когда я вижу людей с телевизора, я думаю, вау, классно, там же в телевизоре, так все необыкновенно. И вот мне сегодня написали и сказали, что так и так, хотели бы вас узнать некоторую информацию, и это будет все в прямом эфире. Естественно, это excited, это необычно. Я, конечно, сначала, ну, были у меня такие нотки сомнения, надо ли это, не надо для меня, но, ну, как бы, для истории, почему нет засветиться на экране телевизора. Пускай даже, ну, местного, RTVI, RTVI New York, то есть это, я думаю, что будут видеть не все зрители RTVI. И, конечно, я чувствую, я уже чувствую, что я оттуда выхочу много-много хейта, поскольку, во-первых, иммигрант, во-вторых, такси, типа, ничего не добился, ничего не может, вот только про такси рассказывают, но я думаю, мы это переживем. Не то, что я жду прироста на канал, я думаю, что 90% кто придет, придет какие-то хейтеры, но, опять же, если что не так, я извиняюсь за слова такие, но почему-то вот окажется. Communication, да, то есть это прямая связь, и, то есть я буду, как мне сказали, я буду видеть все, что происходит в эфире, это, конечно, прикольно, и вот там, вот Мария только что звонила, она, по-моему, вообще, эксперт, по голосу ее, я, конечно, ее не видел, вот по скайпу, видел ее по телевизору, я, насколько понимаю, что она какой-то эксперт в какой-то сфере, бывает, что к ней тоже отсылаются, да, и спрашивают некоторую информацию. Эфир был в 5, 10, где-то в 5, 15 по нашему времени. Едем на работу. Короче, ребятки, я не могу передать вам запах, но вот так вот люди живут. и я не могу вам передать запах, что происходит вот здесь вот. Вот такие бывают, такие вот бывают засранцы, и очень, в принципе, много таких. Вот они сами попросили нас упаковать все их вещи, то есть у них почему-то нету возможности сделать это самим. Вот так это все выглядит. Вот так вот мусор, мусор. Телефон даже не очень хотелось заставать. Не знаю, видно, не видно. Ну, руками просто не хотелось его трогать, телефон, но тем не менее я вам еще раз покажу сейчас покажу свою находку. Моя находка. Догадайтесь, трех раз. Что это такое? Пооткрывали окна. Это жесть. Жесть. А как вам такое? Она говорит, упакуйте, и сама все смылась. Горезит вот вонючим. Ходим, убираемся. Ну, выгрузили, в принципе, первый этаж и смотрите, сколько всего. Говна, дерьма. Это капец. Это только мусор. Это она то, что оставила. А вот это то, что валялось. Я вам показал, что она попросила, попросила. Вот еще. Кровать не идет. Попросила упаковать всю кухню. зеркала. Вот это вот. И, по-моему, эта стиралка не идет. Ну, хоть стиралка не идет, если не идет. А как вам это? Ну, вот таким получилось это видео. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, и уже увидимся в следующем видео. Всем пока, удачи!